Несмотря на миллиарды долларов, потраченных на разработки новых лекарств европейскими биотехнологическими компаниями в последние 10 лет, лишь немногим из них удалось достичь настоящего успеха. Одним из таких исключений стала швейцарская биофармацевтическая компания «Октелион» со штаб-квартирой «Валшвиль-Базель-Швейцария». Она специализируется на открытии, разработке и коммерческом выведении на фармацевтический рынок инновационных методов лечения редких орфанных заболеваний. Основанная супружеской парой старших научных сотрудников из концерна «Роше», докторами Жаном Полем и Мартин Клозель, компания ведет свою историю с 1997 года. Сегодня в компании «Октелион» работают несколько тысяч высококлассных специалистов, среди которых ведущие ученые с мировыми именами. Лаборатории и производственные площади компании оснащены самым современным оборудованием, позволяющим исследовать взаимодействие молекул вещества, а уровень безопасности и чистоты помещений просто космический. Эффективность руководства компании достигается за счет основанной на инновациях высокой корпоративной культуры, доверия к сотрудникам и слаженной коллективной работы. Это позволяет своевременно заметить как риски, так и шансы. Открытость в общении и нацеленность на результат способствуют развитию энтузиазма и творческой среды в коллективе, что стимулирует к развитию как каждого отдельного сотрудника, так и компании в целом. Сегодня фармацевтический концерн «Октелион» имеет дочерние компании с маркетингом и продажами более чем в 30 странах и охватывает ключевые фармацевтические рынки по всему миру. Акции компании высоко оценены и с 2000 года торгуются на мировых фондовых площадках, что привлекает огромное количество частных и портфельных инвесторов к финансированию разработок в области новейших медицинских препаратов. Специалистами компании разработаны и выведены на рынок высокоэффективные препараты, позволяющие значительно облегчить и купировать состояние при некоторых редких заболеваниях и синдромах. «Октелион» обладает лицензией на использование формулы ряда веществ, воздействующих на эндотелии – слой клеток, расположенных вдоль внутренних стенок кровеносных сосудов. Сегодня «Октелион» производит несколько таких препаратов – «Троклир», «Завеска», «Вентавис» и «Вилетри». Наиболее известный из них препарат – «Троклир». Он рекомендован как эффективное средство для лечения легочной артериальной гипертензии, потенциально опасного для жизни повышения кровяного давления в сосудах легких. К заболеваниям, при которых применяются препараты, разрабатываемые компанией «Октелион», относятся легочная артериальная гипертензия, болезнь Гаше и болезнь Нимана Пика, тип С. Это так называемые орфанные или редкие заболевания, расходы на лечение которых берет на себя государство. Основатель компании доктор Жан-Поль Клазель безгранично верит в успех своего детища. «Только если мы во всем, что делаем, сконцентрируем наше устремление и нашу энергию на том, чтобы стать номером один, мы действительно сможем инновации превратить в ценности». 25 марта 2009 года в Москве открылся офис компании «Октелион Фарма-Сьютиклс Рус», филиал компании «Октелион Швейцария». Генеральный директор Московского офиса компании, врач, кандидат медицинских наук Елена Брин, во время встречи с журналистами рассказал об истории своей компании, нелегком пути которой пришлось преодолеть в период ее становления, о целях и задачах, стоящих перед компанией сегодня. Успех компании был бы немыслим без сплоченной команды единомышленников, обеспечивающих решения самых сложных вопросов и выстраивающих непростые, но эффективные взаимоотношения с федеральными и региональными органами здравоохранения. Филиал «Октелион» не занимается прямыми продажами препаратов, а основную свою задачу видит в создании необходимых условий, закрепленных российским законодательством, для лечения пациентов с редкими заболеваниями, а также в подготовке профессиональных экспертов и консультантов специализированных медицинских центров для выявления этих заболеваний на ранних стадиях. Годовая стоимость курса лечения для них сравнима с бюджетом целого российского региона. Но дело не только в деньгах. Главное, как уверяют врачи, это вовремя поставить диагноз и начать лечение, потому что потом может быть уже поздно и не помогут уже никакие супердорогие лекарства. Многим пациентам, с которыми работает компания, уже удалось помочь реально улучшить их состояние здоровья. Благодаря поддержке и прямой финансовой помощи благотворительного фонда «Наташа», ряда других организаций, а также добровольных пожертвований граждан, эти пациенты начинают получать необходимое дорогостоящее лечение на ранних стадиях проявления заболевания в необходимых дозировках, несмотря на системные и часто ничем не оправданные задержки и упущения в работе органов здравоохранения. В декабре 2011 года пришло заслуженное признание. Российское представительство компании «Акталион» получило награду «Филиал года» среди развивающихся рынков за выдающиеся результаты продаж. Генеральный директор компании Елена Брин поделилась с нами планами развития компании и перспективами на будущее. Основные задачи компании «Акталион» в России такие же, как и во всем мире. Помочь больным с редкими заболеваниями. Найти своего врача, найти свое редкое, но эффективное лечение и получить право на жизнь. Ни один препарат, тем более такой серьезный, как препараты компании «Акталион», направленные на лечение легочной артериальной гипертензии, либо болезни Нимона Пика-Ц, не может попасть к больному без предварительной серьезной диагностики и без рекомендации врача, без рецепта. Любой препарат, направленный на лечение, имеет, к сожалению, и побочные эффекты. И эффективность, и побочные эффекты любого препарата должны тщательно отслеживаться лечащим врачом. Наша цель, прежде всего, чтобы появились специалисты, которые знают эту болезнь, умеют ставить диагноз, и они могут помочь больным. Потому что до сих пор нет знания болезни, нет диагноза, больной не получит лечение. Вроде бы косвенно, а на самом деле напрямую взаимосвязь с поставками препаратов в страну. Мы очень много и активно работаем с зарубежными центрами, в которые российские специалисты направляются при нашей поддержке для обучения на месте. Для того, чтобы знать, как ставить диагноз, как лечить пациента. Таким образом, когда руководство здравоохранения видит выгоду от взаимодействия с западной компанией, то получается, в конце концов, win-win, так называемое взаимовыгодное сотрудничество. Врачи находят больных, ставят им правильный диагноз, борются за их жизнь. Но когда дело доходит до обеспечения дорогостоящей терапии, тут зачастую все буксует, несмотря на новое законодательство. Причина здесь во многом. И потому что не хватает региональных бюджетов, а федеральные пока для редких заболеваний не выделяются. Редкие или орфанные болезни не входят в 7 нозологий или в программу 7 высокозатратных нозологий. Поэтому регионы стараются обеспечить этих пациентов сами. А редких заболеваний, хоть они и редкие, но их много. И тут уже возникает конфликт интересов. Кому помочь? А хочется помочь всем. И я прежде всего хочу поблагодарить фонд «Наташа», который базируется в Санкт-Петербурге. Назван он так в честь погибшей от легочной артериальной гипертензии молодой девушки Наташи, которая не нашла своего лечения в легочной артериальной гипертензии. Это было до появления компании «Акталион» в России. И спасибо ее супругу, который хранит о ней память. И помогает остальным пациентам с легочной артериальной гипертензией не отчаяться. И найти свое лечение хотя бы на тот период, пока региональные власти почувствуют, как важно спасти и дать шанс людям жить. По поводу перспектив. Да, конечно, компания небольшая. Мы работаем на ниве редких заболеваний. Но, тем не менее, у нас есть абсолютно уже явно вырисовавшиеся, даже в нашем представительстве, два направления. Одно направление – это легочная артериальная гипертензия, в которой традиционно компания «Акталион» и пионер, и лидер. И в ближайшие годы у нас появятся еще новые препараты в этой же области. Прелесть компании «Акталион» в том, что в Россию приходят препараты не те, которые потом, после Европы попадают сюда, а препараты сюда приходят вместе с Европой. Второй, франчайз, или второе подразделение, или просто по-русски отдел, у нас направлен на лечение генетических болезней. Я уверена, что в ближайшем будущем у нас появится еще очень интересное третье направление, которое пока давайте условно назовем высокоспециализированные госпитальные препараты. Возможно, это станет еще одним сюрпризом для мировой фармы, что «Акталион» может работать и в этой области тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова